А вот и мой дружок, уплетаясь за обе счёты. Я несколько дней не была, совсем забегалась, но всё равно у меня вспоминает, ждёт. У него есть тот корм, кроме меня, они не голодные. Это я просто прихожу его побаловать вниманием и подкармливаю его тоже, те как уплетает. А где твой дурок чёрно-белый? Девы? Где молитвы? Посмотрите, как вымастили вот эту новую дорожку. Буквально за месяц её сделали. Вот, сдаётся квартира кому надо. Видите, объявление. Вот эти две квартиры сдаются. Вы только посмотрите, какую линию. Кстати, была гроза. Я слышала раскаты грома. Сосед зовётся на собаку. Ребята, оказывается, дождь с градом. Он на три сохнет. Градинки. Вот. Вы только посмотрите, какой град сильный. Дождь с градом. Ну, град небольшой, небольшого размера. Вот если был бы побольше, то вообще бы что-то было. Что-то очевидное, невероятное. Я только поревну здесь. Капли дождя на моих растениях. А вот посмотрите, движение туч. Вы только посмотрите на него. На моём балконе такие сидят. Смотрят на меня. Несмотря на штормовой ветер, камера просто вырывает из рук. Смотрите, в такую погоду работает. Ой, нужно крепко держать, чтобы не упала камера. Рабочие работают. Но вчера их не видела. Наверное, из-за праздника. Вы только посмотрите, какой вид круга. Камеру прямо вырывает из рук. Посмотрите, какие виды шикарные. Посмотрите, какие вот баллоны, камни какие. Посмотрите, отсюда просто можно наблюдать, как идёт темпом, большим темпом работа. Видите, картина просто маслом. Сверху всё, панорама вся видна, как работают. Строят новый дом. Прямо камеру вырывает, видите, разрук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верноха ради doesn то А нельзя gensко выходить. ه beast, ouais. сегодня я пошла гулять в парк и обратите внимание когда пасмурно камера как ловит цвета просто замечательно а в солнечную погоду нужно снимать только во время заката это камера начнет ярко передавать цвета всех цветов когда облачная погода просто цвета играют иными красками может быть какая-то другая камера имеет другие функции но вот это невозможно пройти мимо такой красоты это кустомара родом из нюжной америки у него такой запах просто я не могу приятки такой насыщенный вот розы дальше растут и это все находится на клубе возле дороги посмотрите подойдем поближе вот вот этим розам желтые просто чудо сегодня очень хорошая погода прекрасная солнечный не жарко дует легкий ветерок хочу вам показать это одни из старых первых домов смотрите они одноэтажные но выполнена в таком же стиле вот какой-то забудет ли вода озеленение стиля как и старые дома им лет сорок но они выглядят вот это материал очень прочь даже скоро ем от смогу где независимости вот повесили было флажки вот это вообще красота как все ухожено красиво улица канаим вот они рядом находятся с вот этими пятиэтажными домами видите кто любит вот так вот чтобы иметь свой дворик конечно скромненько но когда вы заходите внутрь выглядит довольно ну так же как и в новых домах потому что это постройка стиля что квадратные комнаты внешне они может быть по размеру но довольно посмотрите просто я дам статья диагода настолько так ухожено красиво просто посмотрите возле каждого дворика какая красота будешь почаще сюда проходить любом и пушинках и дизайн любоваться так наверное домов такой маленький квартальчик здесь вообще так огород сделали какой-то огороженный участок но здесь вообще поставлен заборчик что шикарно кстати они построены также подка из такого же материала это старый так очень крепкий бетон такой очень крепкий материал сейчас так не строят но выглядит он не так как новые дома но очень вот этот материал очень крепкий надежный это рядом с вот этим кварталом так а вот квартал новых домов посмотрите как какая какое прекрасное зеренение и чувствуется воздухе этот запах цветущих цветов суббота но могу смотреть тут они субботу не хранят я тут пошел варим в субботу лёшамрим шаббат говорят лёшамрим это не хранят шаббат как я перехожу через дорогу машина останавливается молодец колик а вот колик а вот это молодец друзья смотрите продается вот этом доме продается вот эта квартира с геной вот кому надо не на съем а а идти в ух это через тивух через посредника ну звонить посреднику значит вот мы вышли с вами в квартал новых домов конечно они отличаются по стилю и архитектура у них не то что старые дома но еще раз хочу сказать что внутри внутри конечно это более шикарно более красиво но старые дома тоже конечно старые дома в цене намного дешевле чем новые молотка с трос здесь от солнца посмотрите какая сеточка деревянная аллея кстати вот счетчики счетчики закрыты для воды вот эти квартиры которые имеют свой садик свой садик они вот дверь не входная сам входная дверь в квартиру это тут и в садик а вот если вы покупаете квартиру выше этажом на втором и третьем этаже вот сюда вот этот вход и тут 6 квартир и тоже код нужен чтобы войти в квартиру вот я вам показывала вот эти дома заходила внутрь дину садике возле домов вот а вот эти вот издалека вот на дома а вот через дорогу новые дома вот и сравниваете различия между старыми домами и новыми домами ушла девушка с собакой без поводка и говорит он ничего не делает хотя по закону по закону если ты идешь собака должна поводки идти с поводком не могу пройти мимо вот этой красоты в спалите кусты герани какое зеленение возле этого дома а там растут кактусы просто кусты розмарин у меня тоже розмарин растет на балконе думаю что тоже такой же большой вот эти кактусы просто бесподобны смотрите какой алоэ посмотрите озеление вот возле этого дома просто впечатляет какая пальма макушка упирается в небо а вот это кипарисы тоже высокие высочайные здоровые иногда лет 20 этим кипарисом кусты красовые посмотрите тут и алоэ и герань и вот там молоденькие кипарисы красовые кстати вот эти вот железные заборчики это жители собирают как бы у них вода тбает который все ведет на ремонт ремонт дома всякие вот озеленением смотрите как чисто они наверное вот собирают деньги вот на чтобы сделать вот этот вот железный заборчик потому что не во всех домах есть такие все аккуратно чисто сейчас прошла с прогулки так прогулка так вызывает такой аппетит он сделался хлебушек черный твердый сыр с маслом чуть-чуть кетчуп попалила с кофе варю горечневую кашу давно я не кушал отварила гречневую кашу давно не кушала ее с молоком масло положила надо уже на работе и не ела налила молочка и добавила семена льна они уже такие как бы не цельный от протертый мел натертые мелко с маслом полноценный завтрак